Чем засаживать клумбы, как ухаживать за урожаем весной и полезные рецепты от любителей природы – всё это в репортаже нашего корреспондента, который побывал на очередном заседании Клуба садоводов-огородников «Славянки». Весенняя пора – горячий сезон для садоводов и огородников. Весной необходимо позаботиться о здоровье деревьев, кустарников, о состоянии участка и будущем урожая. Славянские садоводы-огородники знают, как это сделать и делятся своими секретами друг с другом. Рассказывают, когда нужно проводить обрезку и как сделать приивку. Наша задача на сегодня в это непростое время – сохранить всё, чтобы, я думаю, что в этом году ожидается хороший плодовый урожай, слив, яблогруш, персиков. Это нужно всё сохранить, ягодники, малины. Это нужно обрабатывать, причём обрабатывать щитящим способом, не химикатами, потому что мы сами, наши дети и внуки это едят. Знают садоводы-огородники и о том, чем лучше всего засаживать клумбы. Именно поэтому к ним обратились представители компании «Восток Бункер». В этом году они хотят высадить цветы на клумбе в сквере «Витязь». И садоводы не только дали рекомендации, но и пообещали поделиться растениями. Я думаю, что между 4 и 6 мая эта клумба будет уже засажена. С удовольствием поделятся наши садоводы хостами, поделятся гортензиями, ирисами японскими и мини-ирисами. И самое главное, поступило предложение посадить на клумбы дербейник. Его у нас очень много. Это замечательное лекарственное растение. Оно в избытке растёт в Хасанском районе. К сожалению, люди не знают, оно обладает огромными целебными свойствами. Славянские садоводы и огородники планируют в этом году продолжить работу по озеленению и оформлению цветочной клумбы возле второй школы, которая сформирована в виде звезды. Там будут высажены бархатцы, которые придадут клумбе красивый и ухоженный вид. Правда, труженики переживают, как бы их труды снова не затоптали бродячие коровы. Те растения, которые высаживаются, уничтожаются бродячим скотом, коровами. И поэтому все садоводы обратились к нашим жителям, пожалуйста, соблюдайте правила содержания животных и смотрите за своими животными. Всё-таки наши клумбы – это достояние жителей славянки. Это наше общее достояние. И относиться к нему нужно соответственно. По традиции не обошлось заседание без вкусного рецепта здоровья. Так Нина Кучина рассказала, как можно приготовить вкусную, полезную приправу из черемши. Это сушка молодой черемши и перемалывание в мелкий порошок. Складываем в стеклянную баночку и у вас самая лучшая приправа на весь зимний период. Попробуйте, это очень вкусно. На протяжении нескольких часов садоводы-огородники делились друг с другом опытом по выращиванию рассады, подкормке растений в теплице и в открытом грунте и другими советами. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Заранки.